Итак, ребята, вот мы и на подвесной дороге, и вот так вот всё это выглядит свысока, скажем так. Ну, не с высоты птичьего полёта, но довольно-таки высоко. Вот там с другой стороны, если мы говорили, что есть какой-то театр, ну, я не могу туда поворачиваться, потому что неудобно. Вот, ну, вот, в общем-то, вот так вот свысока выглядит зоопарк в Сан-Диего. Вот там вот парковка. Не сильно, как вы видите, такое, да, что-то супер-путинное, потому что вот в основном растения. Они долгоют лиспы. У меня муж весёлый, поэтому вот он решил покачать кабинку немножко. Вот, ну, Соня, конечно, этого всего не любит, в общем-то, и я тоже. Вот, ну вот, тут показаны всякие клетки, да, вот эти вот, для птиц закрытые вольеры. Вот, Соня начала качать кабинку, да, весело очень. Окей, хорошо, мы, как сказать, плывём, едем. Ой, вот, Соня, посмотри, вот какой орангутан, боже мой, вау. Вот этого вольера мы не видели. Вот это, да, да, сверху, конечно, вообще супер, так видно классно. Вот этих, кстати, больших вот орангутанов мы не видели. Наверное, нет, нет, наверное, это не орангутаны. Орангутаны это такие они, жёлто-коричневые, да, рыжие. А эти чёрные, это горильные. Это вот как в Кинг-Конге снимали. Какое вот оно. А, сейчас мы поедем на другую сторону, я ещё покажу с другой стороны. Класс. Очень здорово. Вид, конечно, просто зелёное и такой вот рахоклес дикий. Везде высажены абсолютно разные растения. Вот это вот эвкалиптовые пошли деревья. И вот ими кормят вот этих коал. Мы там проходили, такая специальная, как бы, была комната. Они там очищают вот эти эвкалиптовые листья, обрабатывают их, моют их. И вот коалам их, в общем-то, преподносят на ужин, обед, завтрак и всё остальное. А вот это вот место, вот смотрите. Вот здесь вот написано, что закончится строительство летом вот этого года. Тут будут тоже новые совершенно вольеры какие-то. Я не знаю, что это говоря. А, вот показано, что для пупы. Ну, в общем, такие вот кошачьи, для семейства кошачьих. То есть, вот эти все вольеры, они для семейства кошачьих. Да. Мы переходим. Боже, посмотрите, какие красавочки тут ходят. Это вообще, у неё шея, ножки. Ну, я не знаю вообще. Смотрите на неё. Косуля какая-то, разновидность косули или что это, я не знаю. Как Бэмби, да? Тонюсенькая шейка, тонюсенькие ножички, глазища. Мы смеёмся, говорим, боже, похоже на нашу Бониту. Тоже такая мордашка, глаза огромные, уши длинные. Смешные такие вообще. Ножки тонюсенькие. Ой, шея, боже мой. Супер, да, доча? Мы дошли до бассейна, где живёт белый медведь. И вот тут вот сделана такая площадочка, чтобы люди могли посидеть. И понятно, что вот он, да, не позирует тут как бы. Вот. И площадочка, чтобы люди могли посидеть, подождать, вдруг появится, вдруг проплывёт. Показана его фотография белого, мешутки вот такого. И вот водичка. И, судя по всему, когда-нибудь он здесь проплывается. Ну, опять же, да, водичка чистенькая очень. Довольно-таки глубоко вот поверхность. Вот такая вот. Вот показано, как он тут играется под водой. С мячиком. Ну, не знаю, мы его не видим, как бы ждать, конечно, наверное, мы не будем его. Чистая вода. Ну, мешки нет. Ну, в общем, бесполезно ждать медведя, потому что вон он где. Вон он. Он просто спит. У него послеобеденный здоровый сон. Так что ждать мы его, конечно же, не будем. Вот так это всё выглядит. Вот люди тут тоже посидели, подождали и решили, что это бесполезно. Там у него вот такой водопадик. А он тебе отдыхает. Вот такой огромный постамент белого мешки. Полный рост, я так понимаю. Показано, да, вот какой он громадный. Люди, естественно, тут фотографируются. Окей, смотри, смотри. Вот. И показано, вот какой он рождается. Вот дитя мало её обняла. Этого мешутку малюсенького, да. Вот какой он рождается, какой он, как бы, детёныш, да. И вот какой он взрослый медведь. Много людей, как бы, да. Окей, ну идём дальше. Вот тут тоже какой-то такой интересный. А, детей вот посадили вовнутрь с тюленями. Как будто ледяная глыба такая. Детки туда залезли просто вместе с тюленями. Ага, а вот пещера как будто такая. Ну, вот такая стилизованная, да. Показано, как на Северном полюсе. Да, там прям пещера, дети туда заходят. А ну, Соня, давай. Соня тоже залезла. Сейчас я сделаю ей фотографию такую. А ну, давай. Так. Соня, тюлень. Не, подожди, надо же тюлень. А что ты ему шапку одела? Давай, сними ему шапку. Подожди. Ну, вот мы поднялись наверх уже. И теперь, как бы, сверху, да, вот, можно посмотреть вот этот бассейн, где живёт белый Мишка. Вот он всё так же там спит. В своей берлоге. Вот такой у него водопад тут. Думаю, он таки большая территория. И я как посмотрела, что он там не один живёт. То есть вот фотографии висят. И даже есть имена всех. Вообще-то я, кстати, вот очень тоже удивлена была, что всех животных, вот возле барьера, да, висят фотографии животных. И каждая фотография подписана. То есть у каждого животного, ну, естественно, да, есть своё имя. И всё вот это вот показано, что какое животное, как его зовут, когда оно родилось, сколько оно живёт здесь. В общем, вся-вся вся информация о каждом животном. Вот, ну, вот такой вот довольно-таки обширный, красивый, шикарный вольер для белых медведей. У меня вода поражает, я не могу. Я уже миллиард раз говорила, но вода чистейшая. Я больше не лезу ни в какие пещеры. Не могу понять, к чему здесь стоит вертолёт, но вот стоит вот такой вот макет вертолёта. Соня там уже нафотографировалась сейчас. Как бы вот, не знаю. Наверное, это к чему-то. Как, чтобы когда летали на Варктику? В Арктику летали на таком вертолёте? Не знаю. Смотри. Ой, да, вот там он олень. Сейчас попробую приблизить его. Да, настоящий олень что-то кушает. Рога такие у него. Ого, ого. Класс. Практически лёд. Сентя... А, это как макет. Ага. Ага, это как макет такой. Интересно. Это как было в 89-м году, я так понимаю, наверное, где был арктический лёд. А вот макет, куда уже отошёл лёд в 2007-м году. То есть, что льды отходят, что глобальное потепление наступает. Вот это да. Боже, ребята, посмотрите на этого оленя. Вот я просто, я его когда увидела... Ну вот мне сразу, вот сказка, вот этот мультфильм наш советский. Снежная королева. Помните, вот сани у неё были запряжены вот такими вот северными оленями. Обалдеть. Вид, конечно, величественный очень. Интересно, вот такой у них вольер какой-то ступенчатый. Интересно. Тоже довольно-таки обширный вольер. Итак, мы продолжаем нашу поездку на подвесной дороге. Оказывается, мы приехали наверх. Там нужно было выйти. Я думала, что она круговая, но нет. Надо было выйти, пересесть, если хотим, там, в другую очередь, да. Но мы пошли погуляли, поснимали ещё полярного медведя, который спал. Вот, и, в общем-то, теперь направляемся назад. Смотрите, какая базилика вот тут вот. Интересная постройка. Судя по всему, довольно-таки старая. Вот. Ну, в общем-то, вот на этом, наверное, и заканчивается наше путешествие по зоопарку Сан-Диего. Море удовольствий. Сонь, тебе как? Мне нравится. Ей очень нравится. Вообще, нам очень нравится Сан-Диего. Я не знаю. Что-то как-то почему-то так случилось, что нам очень нравится этот город. Всё в зелени утопает. Опять же, эта базилика, я так смотрю, что она, наверное, не действует. Хотя, может быть, и вот. Может быть, и действует. Вот такие вот красивые виды нам открываются. Очень зелёный зоопарк. Просто утопающие зелени. Просто утопающие зелени. Мы так по карте посмотрели, что, в принципе, получается, что мы посетили все абсолютно места. Нет, есть там, конечно, ещё пару местечек, вот где крокодилы были. Мы как-то туда не попали почему-то. Ну, уже все решили, что все мы устали и уже у нас нету сил. Вот тут какой-то как амфитеатр такой вот сделан. Да, тут, судя по всему, какие-то шоу проводятся с животными. Мы уже тоже, конечно, всё это не осилим сегодня. Ну, что ж, что можно сказать на прощание? Приезжайте в Сан-Диего и идите в зоопарк. Это того стоит, ребята. Всё, всем удачи, всем хорошего настроения.